Вот сейчас мы перейдем к принципам лечения больных, страдающих недостаточностью кровообращения. Посмотрите на классы препаратов, которые сегодня признаны правомочными в лечении недостаточности кровообращения. Желтое слева от вас поле назначаются всегда без рассуждений, потому что они снижают риски смерти. Это ингибиторы АПФ номер один, ингибиторы АПФ рассматриваются как базовый класс в лечении недостаточности кровообращения, бета-блокаторы, мы разберем 4 технологии назначения бета-блокаторов и блокаторы рецепторов минералокортикоидов, начиная со второго функционального класса. В красном поле препараты, которые полезны в конкретных ситуациях. Это мочегонные препараты, только при наличии признаков застоя. Это ивабродин, препарат, снижающий ЧСС тогда, когда бета-блокеры не смогли это сделать. Сердечные гликозиды, я много вам об этом говорил, и оральные антикогулянты. Ведущий оральный антикогулянт у больных, страдающих недостаточностью кровообращения и имеющих искусственный клапан сердца на обозримые годы варфарин, поскольку все исследования с конкурентами варфарина кончились их проигрышем. Варфарин, я хочу, чтобы это было услышано, при искусственных клапанах сердца остается единственным препаратом у больных с ХСН. Остальные препараты, новые, ривароксабан и добигатран, рассматриваются как препараты при только примерцательной аритмии. Поэтому тромбоз глубоких вен, эмболия легочная, это варфарин. Ниже опуститесь, пожалуйста, появилось слово гепарин. Гепарин всегда рекомендуется пациентам в момент эмболии в легочную артерию или в момент каких-то непредвиденных ситуаций, например, хирургического вмешательства, когда вы не можете ничего сделать другого. Посмотрите в розовое поле. В розовом поле стоят препараты, которые нужны как помощники, они не влияют на выживаемость. Это блокаторы кальциевых каналов, если вы не можете достичь артериальное давление, блокаторы кальциевых каналов не влияют на выживаемость никак. Это аспирин, статины и даже здесь написано слово цитопротекторы, потому что больные, которые получали эти препараты при ЭБС, уйдя в ХСН, сохраняют приверженность этим препаратам. Вот так выглядит современная схема лечения больных с недостаточностью кровообращения. Смысл этой схемы в белой линии. Снижение риска смерти на 60% по отношению к классической схеме. Мочегоны, положительные инотропы, нитраты. Сегодня это нонсенс, если больной находится на этих препаратах, как на ведущих препаратах в лечении ХСН. Это, конечно же, должно быть искорено, но это встречается не так редко, как об этом принято говорить на трибунах. Как выглядит современный алгоритм? Давайте начнем сверху вниз. У твоего больного сейчас симптомы недостаточности. Три препарата назначены сразу. Ингибитор АПФ номер один. Бета-блокатор. Блокатор рецепторов минералокортикоидов. Если есть симптомы застоя жидкости, ты назначаешь мочегонные препараты. Две, три, четыре недели ты наблюдаешь за пациентом. Через две, три, четыре недели симптомы недостаточности кровообращения присутствуют. Твой следующий шаг, ты вот здесь сейчас определяешь фракцию выброса. Если она меньше, чем 35, внимание, выслушайте, при этой ситуации ты считаешь пульс. Пульс больше, чем 70. Вот у тебя два момента. Ты добавляешь сейчас ИВА-бродин, потому что снижение ЧСС удлиняет диастолу и увеличивает силу сокращения. Давайте посмотрим еще раз на этот алгоритм. В начале три препарата, при наличии застоя диуретик. Если через месяц сохраняются симптомы, оцениваешь фракцию выброса, она ниже, чем 35, ты и пульс больше 70, добавляешь ИВА-бродин. Есть ли еще какие-то у тебя возможности? Нет. Дальше ты считаешь только QRS. Если QRS шире, чем 120 миллисекунд, ты терапевт, первый и единственный, кто видит этого пациента, ты начинаешь процедуру установки ресинхронизатора. То есть ты выбиваешь квоты, это как в каждой республике по-своему. Важно, что ты провозгласил цель установка ресинхронизатора. Если не добиваешься никакого успеха, ты имплантируешь кардиовертер-дефибриллятор. По сути, ты начинаешь переводить пациента в состояние, ну в общем, нашпигованного девайсами. У него будет ресинхронизатор, у него будет кардиовертер-дефибриллятор, и я вам покажу турбину Дебеки. Это искусственный левый желудочек, с которым людей, живущих, становится все больше и больше. Как назначать ингибитор АПФ? Я вас очень прошу, прочтите желтую часть. Неназначение ингибитора АПФ не может быть оправданным и всегда рассматривается как факт, увеличивающий вероятность смерти пациента. Конечно, больной может не переносить ингибиторы, мы сейчас об этом поговорим, но не переносит 7% больных. Это ерунда по сравнению с тем, как не назначаются ингибиторы. Какое исследование видоизменило мир? Единственное исследование с количеством больных, примерно 2,5 сотни больных, изменило мир и мировоззрение. Назначение Ренитека больным в эпоху, когда лечили мочегонами, нитратами и дегоксином, привело к снижению риска смерти в 2 раза в ближайшие месяцы. После этого во всех мировых рекомендациях было написано, что Ренитек достоверно снижает риски смерти у больных с недостаточностью кровообращения. Посмотрите вот на эту цифру. Снижение через 12 месяцев составляет 31%. Это гигантская цифра. Каждый третий не умер тогда, когда бы должен был умереть на базовой терапии нитраты, мочегоны и гликозиды. Через 10 лет. Сейчас уже появились данные 23 года после этого исследования. Попробовали через частные сыскные агентства найти живых людей, которые были в этом исследовании. Их всего оказалось 5. То есть я хочу обратить внимание, что такое доказательная медицина. Через 10 лет ты находишь либо могилы, либо документы. Это все прозрачно. 5 человек, все получали ингибитор АПФ изначально. Они все были на Ренитеке изначально. Вывели первое правило. Чем раньше дал ингибитор, тем дольше живет. Это первый краеугольный камень. Второй краеугольный камень вывели через 12 лет. Все зависит от того, насколько ты привержен к ингибиторам. Если твоя приверженность, а это тоже было выполнено на Ренитеке, твоя приверженность высока, то вероятность смерти понижается. Второе правило звучит так. Назначенные ингибиторы назначены пожизненно. Приверженность к лечению детерминирует продолжительность жизни. Курсовые методы увеличивают смертность. Третий закон. Выбор стартовой дозы. Очень тяжелый закон. Его сейчас вам невозможно держать в памяти. Надо запомнить. Существует три категории людей. Это люди старше 70. Скорость клубочковой фильтрации ниже 30. Систолическое давление ниже, чем 110. Для которых стартовая доза ингибитора равна 1,16 его терапевтической. Например, для Ренитека это будет 1,25. Если больные не попадают в эту дозу, в эти критерии, стартовая доза 2,5 миллиграмма. Можно ли тетровать на повышение? Да. Я только сейчас вам... Если есть фотоаппараты, сфотографируйте, пожалуйста, эти таблицы. Это таблицы расчета доз ингибитора в зависимости от скорости клубочковой фильтрации. Перед вами содержащие сульфгидрильную группировку. При скорости до 30 миллилитров в минуту доза каптаприла снижается только до 6,25. И посмотрите на знаменатель. Там стоит цифра 3. Это означает, что каптаприл, период полувыведения которого 6 часов, назначается 3 раза. Зафенаприл снижается в 2 раза дозировка. То есть смысл такой, не давай большие дозы людям старше 70 лет при низких скоростях клубочковой фильтрации и низком систолическом давлении. Но все равно ингибиторы – это препараты выбора, и без них нельзя начинать терапию НХСН. Карбоксильная группировка, хорошо видите дозировки, снижены в 2-4 раза. И даже фосфорильная группировка, только у фосинаприла, это единственный препарат, и здесь снижается в 4 раза стартовая дозировка. Обратили на это внимание. Что нужно знать терапевту, чтобы дать эффект в лечении? Первое – соль. Ты должен знать, что больной с ХСН не должен есть соли больше 6 грамм. Если он находится на декомпенсации, его доза снижается до 3-3,5 грамм. Второе – это доза белка. Я приводил на первой лекции эти данные. Пожалуйста, обратите внимание, если больной с низкой скоростью находится на ингибиторах и ест огромное количество белка, он ухудшает функцию своей почки. Сортаны при непереносимости ингибиторов также зависят от скорости клубочковой фильтрации. Для сортанов, обратите внимание на слово «нет». Лазартан, Телмисартан, Ирбисартан не требует коррекции доз. Это уникальные особенности этих молекул. Четвертый закон. Назначенные ингибиторы, услышьте это слово, пожалуйста, пожизненно тетруются на повышение. Ты каждый раз предпринимаешь попытку увеличить дозировку. Это очень важный аспект. Я вам привожу данные, возможно, нет личного опыта ни у кого с такими дозами. Это 50 миллиграмм и 150 миллиграмм лазартана. Увеличение дозы до 150 миллиграмм лазартана привело к тому, что у больных понизился суммарный показатель смерти. Это ужасно важные параметры. Ты тетруешь на повышение. Сегодня доза Ренитека 2,5 миллиграмма. Попробуй ее поднять через месяц до 5. Попробуй после 5 поднять. Чем выше доза, тем меньше госпитализация и смертей. Исследование, которое было выполнено с лазартаном, 50 миллиграмм против 150 миллиграмм каптаприла, показало, что они, ну, в общем, статистически не различаются по конечным точкам, по смертям. Как трактовать это исследование? Я вас очень прошу представить терапевтически. Кроме терапевта никто не может это сделать. Он видит пациента целиком. У него измененная почка. Посмотрите, что делает лазартан. Что он сделал с почкой? Он уменьшил потерю белка на 25% и уменьшил удвоение уровня креатинина. Раз это произошло, то нас волнует не только почка. Свяжитесь сердцем. Радикально упало количество госпитализаций по поводу недостаточности кровообращения. Поэтому вы не преследуете цель снижения давления, когда назначаете лазартан у больных с недостаточностью кровообращения. Вы преследуете цель сохранности почки и видоизменения ремоделирования левого желудочка. Можно ли использовать низкие дозировки гидрохлортиазида? Да. У больных с ХСН и АГ вы можете использовать. И тогда очень хорошо будет лазартан, который входит в комбинированный препарат с 12,5 миллиграмм гидрохлортиазида. Вот я еще раз показываю. Вы можете у больных с ХСН, пожалуйста, применяйте Гизаар. Это абсолютно допустимо. 50 миллиграмм по статистически не отличается от 150 миллиграмм каптаприла. Давайте посмотрим на лазартан. Он так же, как и лазартан, не повлиял на общую смертность, но был высокоэффективен у больных, не переносящих ингибитор АПФ. Самое крупное событие, которое существует на сегодняшний день, это исследование на низкой фракции выброса кондесартана. Кондесартан на низких фракциях выброса поверх ингибитора АПФ. Это не означает, что завтра всем вы начнете применять эту технологию ни в коем случае. Но если будет случай с очень тяжелой недостаточностью кровообращения, низким систолическим давлением, низкой фракцией выброса, возможно, вы вспомните про этот опыт и он вам поможет. Стартовая доза кондесартана 2 миллиграмма на стартовую дозу ингибитора АПФ привела к увеличению на 15%, снижению риска смерти на 15% у этих пациентов, что безумно важно. Бета-блокаторы имеют 4 молекулы для назначения в лечении ХСН. Молекула первая. Метапролол сукцинат. Услышьте второе слово. Метапролол тартрат не рекомендован для лечения ХСН. Метапролол сукцинат это соль винной кислоты. Метапролол тартрат. Метапролол сукцинат это соль янтарной кислоты. Метапролол тартрат это соль винной кислоты. Они растворяются по-разному и дают разную концентрацию. Назначение метапролола сукцината зоковой формы в течение 8 недель тетрация. Вывод на максимальные дозы. Проверьте, у вас есть пациенты с такими дозами? Там 159 миллиграмм. Средняя доза в России 50 миллиграмм. Никто не тетрует на повышение. Но такие дозировки привели к снижению риска смерти на 40%. Всех вариантов. Вторая технология. Бисапролол. Бисапролол назначался первым. Вначале были ингибиторы, как при метапрололе сукцинате, а потом бета-блокатор. А здесь было наоборот. Бисапролол назначался первым пациентам, у которых была высокая вероятность внезапной смерти. Назначение тоже тетрация 8 недель привело к снижению риска внезапной смерти. На 46%. Третья технология. Это молекула карвиадилола. У больных с тяжелым четвертым функциональным классом. Назначение стартовой дозы 3,125 на 35% понижает риски смерти. И, наконец, четвертая молекула. Не бивалол, но у пожилых старше 70 лет. И сохраненной фракции выброса привело к... Видите, их средний возраст был 76 лет. Привело к снижению риска смерти. Давайте подведем первую черту. 4 молекулы бета... Беталол, не бивалол. Технология, которая применяется в лечении бета-блокаторов. Ты не можешь достичь целевого уровня ЧСС. Что делать в этой ситуации? В этой ситуации ты назначаешь ивабрадин. Ключевой момент 28-й день лечения. Снижение на 20 ударов значимо улучшает прогноз жизни пациента. И уменьшает риски смерти и госпитализации. Давайте прочтем закон. При фракции ниже чем 35 и наличии числа сердечных сокращений выше чем 70, ты обязан добавить к бета-блокаторам ивабрадин. Если у твоего больного сейчас пульс выше 75 ударов, и он на бета-блокаторах, ты обязан добавить ивабрадин. Это радикально видоизменяет качество жизни ваших пациентов. Я не буду останавливаться на исследовании ДИК, только скажу вам простую вещь. Товарищи, дозировка для дегоксина 0,25 мг. Какие препараты появились относительно новыми? Это омега-3 жирные кислоты. То есть это не волшебная палочка, из гроба никого не подняла. Надо твердо запомнить показания. Тяжелая недостаточность кровообращения, низкая фракция выброса, высокий риск внезапной смерти. Назначение омега-3 жирных кислот на 9% понижает риски смерти у этих пациентов. Про мочегонные препараты только напоминаю. И прошу вас сконцентрироваться. Ваше право выбрать любой. Но сконцентрируйтесь на мировом опыте. Какие классы мочегонных петлевых в доказательной медицине что-то значат? Сопоставление числа регоспитализаций на фуросимиде и торосимиде побеждает торосимид. Принципиальный момент для этих больных – это уменьшение депозиций коллагена. Меньше коллагена в миокарде, меньше внезапных смертей. Меньше коллагена в тонкой кишке. Нет проблем с питанием пациента. Он усваивает нутриенты. Поэтому мочегонный препарат, который уменьшает объем циркулирующей жидкости, имеет положительные плеотропные эффекты. Очень важный вопрос в мочегонных препаратах. На пунктирную линию посмотрите. Представьте себе, что я сейчас у вас на глазах выпил 100 мг фуросимида. Что будет с моим натриурезом? Пикообразно вылетит. Как через 90 минут фуросимида не станет в организме, точно так же вернется из первичной мочи. Куда этот натрий пойдет? Этот натрий пойдет в мою сосудистую стенку. Он изменит центральное давление. Поэтому я буду бороться у любого пациента за то, чтобы срезать пик натриуреза. Как я могу это сделать? Какие успехи есть в решении этого вопроса? Перед вами первая попытка решения этого вопроса. На слово «камедь». Я не знаю, есть у вас этот препарат или нет. Если есть, обратите внимание на слово «камедь». Когда вы ели последний раз «камедь»? Сегодня, когда только что завтракали или были на перерыве? Камедь входит в состав всех конфет, всех кондитерских изделий. Если камедь обработать высоким давлением, она меняет кристаллическую решетку. Растворите в ней террасимид, что и сделали в этом препарате. Террасимид высвобождается в течение 80 часов. Он уменьшает нагрузку на почки. Вызывает тот же объем выхода натрия, вызывает тот же объем выхода воды, что и простой террасимид, но уменьшает нагрузку. То есть это для нас очень важно. Поэтому выбор мочегонных строится на двух цифрах. Период полувыведения, чем больше, тем лучше. Пока самый большой у террасимида, 240 минут. Период или процент выведения через почку, чем ниже, тем лучше. Самый низкий у террасимида, 20%. Я привлекаю внимание к спиронолактонам. Здесь появилось слово «второй функциональный класс». Применение во втором функциональном, третьем, четвертом, привело к снижению смертей. Поэтому на сегодняшний день, товарищи, у нас появилась вот эта таблица. Она основополагающая на ближайшие несколько лет. ХСН, три класса препаратов. Базовый, пожизненный ингибитор АПВФ. Второе, бета-блокатор. И третье, блокатор рецепторов минералокортикоидов. Перед каждым из них стоит буква А. Это высшая степень доказанности. Статины не уменьшают смертность, но уменьшают количество госпитализаций. Появилась таблица запрета препаратов. Какие препараты запрещены? Первое, это роглитозоны. Глитозоны увеличивают задержку жидкости, ухудшают прогноз у больных с сахарным диабетом, ухудшают прогноз у больных с ХСН и с сахарным диабетом. Все антагонисты кальция, кроме двух, амлодипин и филодипин, тогда который не может достичь целевого уровня артериального давления. И овер-внимание к слову НПВС, которые ухудшают функцию почки и неблагоприятно сказываются на течении ХСН, поскольку воровывают 15% у ингибиторов и сартанов. Сложите соль и НПВС. 30% в лечении ушло в никуда. Поэтому обязательный контроль этих двух вещей. Анемия требует самого пристального внимания. На сегодняшний день поиск железодефицитной анемии, все остальное кончилось провалом. Попытки введения ретропоэтина ни к чему не привели, оказалось сложной идеей. Но поиск железодефицитной анемии по простому анализу крови позволяет терапевту быстро сориентироваться и вспомнить, что железодефицитная анемия не лечится диетой, вопреки распространенному мифу. Яблоко утыкать гвоздями не надо на ночь, никто не поправился от этого. Но препараты железа надо вводить. Пероз неэффективна, потому что маля абсорбция. Поэтому перед вами стоят вопросы внутривенного введения этих препаратов. И на сегодняшний день в рекомендациях российских появляется с конкретным названием вещество феринъект, поскольку позволяет вводить его один раз в неделю. Я привлекаю внимание к радикально измененному акценту. Не только смерть, нас волнует теперь понятие количества госпитализации. Это называется пила Георгиади. Георгиади первый, кто ее описал. Посмотрите на 4 зубца. После 4 зубца больных нет. Они все умерли. 4 регоспитализации кончаются вымиранием популяции. Чем больше время до регоспитализации, тем эффективнее ты лечишь своих пациентов. Самый простой вариант – это борьба с пневмониями и выбор грамотно-оральных антикоагулянтов. Я попрошу вас, если вы сочтете нужным, сфотографировать две таблицы, но их надо знать на память. Сейчас вы перед проблемой назначения орального антикоагулянта. Это варфарин. Вам надо определиться по шкале ЧАЦ-2. Давайте ее изучим. Буква С, Хартфейла, есть 1 балл. А, Х, Х, Возраст старше 75 лет, есть 1 балл. Диабет, есть 1 балл. Нарушение мозгового было 2 балла. Если сумма баллов больше, чем 2, вы обязаны дать оральный антикоагулянт. Это будет варфарин. А если сумма баллов 1, что вы будете делать? Для таких ситуаций появляется другая шкала. Посмотрите на три дополнительных фактора. Женщина. Любая женщина генетически склонна к тромбозам. Возраст 65-74 года, снизу наверх идем. Любые проявления атеросклероза, это по 1 баллу. Все, что больше, чем 2 балла, вы пожизненно назначаете и контролируете варфарин. Я хочу привлечь ваше внимание к двум вещам. Если при назначении варфарина через 2 дня у вас появился уровень МНО выше, чем 7, вы обязаны начать введение витамина К. Если сейчас в зале сидят заведующие отделениями, проверьте, ваша процедурная сестра умеет вводить внутривенно витамин К. Она знает, с какой скоростью вводится. Проверьте, у вас на посту есть витамин К. Не общие слова, а конкретно лежит или нет. Поскольку это шанс спасти этого человека. И второе, я обращаюсь к терапевтам. Назначение любого, я прошу вас, услышьте это слово, любого орального антикоагулянта требует от терапевта в так называемой теории ответственного назначения. Беседы с пациентом. Научите делать следующие вещи. Первое. Если варфарин, обязательно утром отгибать ухо и смотреть в зеркало. Это излюбленные места варфаринового некроза. Смотреть под ногтевые пластины. Первые петехи появятся там. Внутренняя поверхность бедра. Брительки, резинки. Розовый цвет мочи, черный цвет кала. Это обязательно. Если они появляются, пациент до врача прекращает прием этих препаратов. Второе. Научите весной оценивать зеленый цвет листьев. Аффективность варфарина зависит от зеленого цвета листьев. Чем интенсивнее зеленый цвет, тем больше витамина К. Больше всего витамина К в зеленом чае. Научите его не пить зеленый чай. Пусть ест белокочанную капусту. Витамины будет вводить, но радикально ни на что не повлияет. Ухудшать. Ухудшать себя не будет. Следующее. Вы отправляете этого пациента на плановую хирургию. За 96 часов отмена варфарина. Перевод на низкомолекулярные гепарины. Через 96 часов возобновление, если нет осложнений. Вот эти очень важные моменты в лечении ХСН. И всегда помните, защищайте себя вот этой записью в истории болезни. Вы защищаете себя шкалой ХАС-БЛЭК. Вы считаете вероятность кровотечения. Все, что выше, чем 3 балла, вероятность очень высокая. Вы пишете, что вы видите это и знаете, но вы больше наблюдаете этого пациента. Вы не отменяете оральные антикоагулянты. Вот я остановлюсь только на простой проблеме, как кормить. Давайте научимся смотреть на тело пациента. Поверните его к себе спиной. Проведите срединную линию по трицепсу. Возьмите складку. Если складка меньше 7 миллиметров, это огромные трофологические проблемы. Его надо кормить. Котлетами, борщами вы его не накормите. Этого пациента кормят полуэлементными смесями. Если они у вас есть, это великолепно. Если нет, ну, наверное, ваши формулярные комитеты должны поставить этот вопрос. Поскольку это единственный способ проведения нутриентов при синдроме малябсорбции. Рассчитайте по этой формуле, сфотографируйте ее. Она единственная, не вызывающая никаких сомнений. Рассчитайте по этой формуле количество килокалорий, которые должен съесть ваш пациент. Вы считаете основной обмен. Добавляете цифру 400, все малоподвижны. Находите 10% от этой суммы. Вот у вас три слагаемых. Основной обмен, цифра 400 и 10%. К этой сумме добавьте 30%. Это 600 килокалорий в день. Вы никакими борщами при отечном желудке и при измененной тонкой кишке эти 600 килокалорий не ведете. Такому пациенту надо давать олигомерные смеси. Поэтому добивайтесь в применении этих смесей. Вот полуэлементные олигомерные смеси. Всегда контроль соли, всегда физические упражнения. Если больной не может ходить, то мировым сообществом признана обязательность проведения дыхательных упражнений. Сопротивление на вдохе, сопротивление на выдохе. Я хочу вам показать, что человечество пережило несколько крахов идей. Первый крах – трансплантация сердца. Вам будут читать сейчас доклад о трансплантации сердца. Такое количество вы не найдете. Такие системы. Но самая интересная система – это искусственный левый желудочек. Она вшивается одним концом в левый желудочек, вторым концом в аорту. Очень важна та турбина, которая находится здесь. Я ее сейчас вам покажу. Очень интересная история расчета угла лопастей. Лопасти рассчитывались гидродинамиками. Они никогда не будут заклинины тромбом. И очень интересная химия вот этого подшипника. Смазкой для этого подшипника является варфарин. Поэтому, представляете, как далеко пошла человеческая мысль. Левый желудочек впервые в цивилизации гонит кровь. Ламинарно, а не турбулянтно, не пульсообразно. Но, тем не менее, человечество приспособилось к этому. Это батареи, которые поддерживают эту работу. Это человек работоспособен. Он живет дома и ходит на работу. Конечно, он не машет киркой, но он работает в офисе. Вот таким образом вы видите, что мировое сообщество пошло очень далеко. Терапевту надо знать вот эту таблицу. Он должен поймать пациента, которого отправят к хирургу. Хирург его спасет, но он его не найдет в обычной практике. Вам надо знать ширину комплекса КРС на фоне или без фона блокады левой ножки почка ГИСа. Если есть, вы считаете ширину, все, что больше, чем 120 на фоне блокады 150, вы должны возобновлять или начинать процедуру установки ресинхронизатора или установки, если не помогает, кардиовертора, дефибриллятора. Давайте, товарищи, поведем черту. Лечение ХСН стало огромной, самостоятельной задачей. Не случайно в мире создаются специальные отделения по лечению ХСН, потому что в обычной, рутинной терапевтической практике это становится очень тяжелой задачей. Но другого выхода нет. Благодарю вас за долготерпение.